Александр Дюбянко пришел в продюсерский центр Гомельской филармонии ровно 10 лет тому. Это сейчас юнкера уникурта Барнео, а тогда, в 2006 году, и не сподевался на такой успех. После сотрудничества с продюсерским центром мы стали плотно выступать, ездить на разные конкурсы, фестивали международные. Это Еврофест, который проходит арборное Евровидение Беларуси. Это новая волна, мы тоже участвовали в отборе, проходили до полуфинала. Также международный конкурс патриотической песни «Катюша». Мы в Россию ездили, где заняли первое место. И начать работу с командой профессионалу, которую собрала у той час Ирина Пыркова. Изначально работа продюсерского центра строилась на базе оркестра, на базе нашего оркестра, филармонии. И под светлое имя оркестра мы привлекали молодые таланты со всей области, которые могли бы попробовать себе на сцене с нашим эстратозимфоническим оркестром поработать. Тогда был целый проект «Молодые таланты Гомельщины». Теперь есть гонор за поспех, який был просто ошеломляльным. Юные артысты – у дельники шматляких международных и республиканских конкурсов. Продюсерский центр выгодовал уже немало популярных артыстов, які супрацовничают с ним и сёння. Это сапраудный островок творчасти, який сбирая под своим дахом молодых и талиновитых. На сегодняшний день за последние два года это более 50 дипломов лауреатов на один только продюсерский центр. Я считаю, что это достаточное количество. На 2016 год у продюсерского центра «Ягу артыстов» велизарная колькасть планов и задумок. Усё ж юбилейный год повинен быть особливым. И один из первых подарунков – это святочный концерт артыстов продюсерского центра «Артбиз», просвеченный творчасти народных артыста СССР и Беларуси у Владимира Мулявина. Гоноровым гостем импрэзы стал песняр первого составу «Вия песняры» Леонид Барткевич. Творчество Мулявина, творчество песняров, как уже все говорят, что это классика. И очень прекрасно, что наша молодёжь, молодые детки начинают петь вот эти песни, потому что это было, в принципе, и начиналось для пропаганды белорусской народной песни и вообще белорусских поэтов, потому что у нас наша Родина прекрасная. Она, мы самые, как бы, вот по данным учёных даже, историков, самые славянские, самые чистые. Ой, лябониха, лябониха моя, ты паяла, ласней отца лавы я.